Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Я сегодня с Юрой Аскеровым. Юра, приветствую тебя. Будь благословен. Будьте благословенны, друзья. Мы с тобой тему подняли. Потерянный Христос. Ага. Это на злобу дня. Да, это очень серьезная тема и очень важная. И даже я в размышлении последнего дня последнее время, последние несколько лет, что он потерян по той причине, что он вытесняем из нашего общества. Об этом мы будем с тобой детально говорить. Он вытесняем, к сожалению, во всех сферах нашего общества. И когда я в размышлении о происходящей на злобу дня сегодня на политическом Олимпе, я смотрю, как и Изавель рвется на Олимп. конкретно и Изавель. И на днях она Ахава себе нашла подобного. Когда смотришь на этого Ахава и на этот тандем пару, и Изавель, и Ахава, когда смотришь на библейских и сравниваешь современных, разводишь руками, но ничего не поменялось. Ну, Юра, мы с тобой понимаем, что история, она идет по кругу. То есть она не останавливается, она не идет по прямой линии, она идет по кругу. И мы знаем, что проходит один цикл, начинается второй цикл. Евреи говорят, очень интересно, вот за Христа. Они говорят, что Бог, Бог, благословенно его имя, он в каждом поколении воздвигает человека, который мог бы быть Христом, ну, это еврейское понятие, и антихриста. То есть как мессию и анти. Да, да, да. И каждый раз, каждый раз, когда они говорили за какого-то мессию, они говорили и за анти, и они говорили за Бена Иосифа. То есть потому, что по еврейской религии мессия придет сначала как Бен-Йосеф, то есть сын Иосифа, и впоследствии, то есть это страждущий мессия, и впоследствии он придет как Бен-Давид, как царственный мессия. Мы это знаем, и история нам эти случаи, ну, говорит и преподносит. И сегодня вот тема, которую мы взяли, потерянный Христос. Ну, если бы не было аналогов в Писании, ну, мы бы сегодня молчали, но аналоги в Писании есть. Вторая глава Евангелия Луки, ну, я люблю очень Евангелие Луки, но больше люблю Матвея, потому что это чисто еврейское, как говорится, трактование Писания, и его надо понять. Не понявший его, не понявший исторически то, что говорил Матвей. Что он обращался к евреям. Да, 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 да. И многие понятия, которые он говорит, сегодня христиане толкуют свои позиции, которые очень-очень далека от реальницы. А особенно потому, что мы славяне, видишь? Да, да, да. Это ты у нас еврей? Не, я не еврей, Юра. Я, извини, как тебе сказать, мама, как русские шутят, папа мойша, мама гейша, сын русский. Ну, у меня по-другому. У меня отец горный еврей Кавказа, мать кубанская казачка. То есть, по еврейским законам я не еврей, и по украинским законам, и русским я тоже не славянин. Ты один из наших. Да, я вешу в воздухе. Хорошо. И вот очень интересная история. Иисусу 12 лет. Я не знаю, или это было в древние времена, или это осталось так, ну, потому что я знаю, что бармитсва, бармитсва у иудаизма, она происходит сегодня в 13 лет, то есть, сын заповеди. То есть, когда ребенка на 8 день обрезали мальчика, ему дали на 8 день имя, проходит время, и в 13 лет он подтверждает свое участие в завете, и это называется бармитсва. То есть, в этот день ему впервые дают читать Тору в синагоге, он читает сам. То есть, устраивается огромный праздник. Церемония особенная. Да, да, потому что человек стал сыном заповеди. Сыном заповеди. Хорошо. Но эта история говорит за 12 лет. Родители пошли в Иерусалим. Мы знаем, что 3 раза в год родители, то есть, евреи ходили в Иерусалим для того, чтобы праздновать. Это было установлено Богом. Это не то, что им хотелось, не хотелось, это было заповедью. Три раза в год. Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей. То есть, да, праздник Кущей. И это было довольно серьезно, и это соблюдалось годами. И вот родители с Иисусом, они пошли в Иерусалим. Мы не знаем, что было тогда. Мы не знаем, что они слышали. Мы не знаем. Но вопрос к нам сегодня о том, как они возвращались. И вы знаете, в данном случае, в данном случае было что-то, ну, из рамок вон выходящее. Родители потеряли Христа. Другими словами, они и шли себе, разговаривали с другими людьми. Они не замечали, что сына рядом нету. Они не замечали, они были отвлечены. Они были, как говорится, поглощены в другое. Они думали. То есть, знаешь, как часто в Писании выступает слово, а мы думали. А мы думали. И, знаете, даже когда Нейман пришел на прием к... Говорит, а я думал. А я думал, да. А я думал. Ну, слышь, ну, неужели ты не знал, что ты прокаженный, к тебе даже трогаться нельзя. Но успокоили слуги. Хорошо, когда слуги умные, когда слуги были рассудительные, когда слуги были те, которые слушались. Они привыкли слушаться, и они ему сказали, дорогой, ну, неужели он у тебя потребовал что-то тяжелое? Ну, пойди, скупайся. Шесть раз залез в воду, на седьмой вылез, чистый, как ни в чем не бывало. То есть, а мы думали. И вот родители по дороге, они думали. Они думали, что Иисус где-то рядом, возможно, с кем-то говорит все. И так было около трех дней. И когда они пришли домой, они увидели, Христа нету. Нету. Того, кого они любили, того, о ком они имели сильнейшее библейское пророчество, его дома не было. Они бросились по соседям, которые и шли вместе. Нету. Где же он? И тогда начинается то, что мы называем. Самое первое – это внутреннее, говорится, тяжелое переживание. Где он? Где он? И вы знаете, друзья, вот это тяжелое умственное, душевное переживание, оно присуще многим людям. И в данном случае, второе – они пошли на поиски. Христос был потерян. Его надо было найти. Надо было найти. Для чего? Для того, что, во-первых, вернется сын. Во-вторых, они вернут свой душевный покой, как говорится, в свое сердце. И третий – он будет снова с ними. И вы знаете, и тут было как бы уже не их самоуверенность, а было что-то такое, что нужно было его искать. И они пошли. И они пошли. И эта история у нас будет кончаться в конце эфира. Почему? Потому что мы будем говорить о том, как его можно сегодня найти. Но, знаешь, Юрий, есть очень много моментов, когда люди теряют, и уже нельзя его найти назад. И ты знаешь, у нас есть очень интересная книга – это «Послание к евреям». И в двух местах, я в первом не помню, вроде шестая глава и вторая, десятая глава, двадцать шестой стих, говорит о произвольном грехе. О произвольном грехе. Что это такое? Давайте мы обратим внимание на то, кому было написано «Послание к евреям». И мы знаем, что «Послание к евреям» было написано именно евреям, мессианским евреям. Евреи, которые приняли Христа. Евреи, которые были со Христом. Евреи, которые поверили в исполнение тех пророчеств, которые были в Писании о Иисусе Христе. Все было хорошо. И вот смотри, давай мы обратим внимание, вот две синагоги, одна еврейская и другая еврейская. Здесь читают пяти книжья и здесь читают пяти книжья. Здесь поют псалмы Давида и здесь поют псалмы Давида. Здесь признают весь Танах и здесь признают. Но здесь исповедуют Иисуса Господом, а здесь Иисуса считают врагом. И вот по еврейским правилам, по еврейским правилам того времени, человека, который принял Христа, публично, публично отлучали от народа Израиля. То есть, что делалось в синагоге, то есть, ну, если мы представим, ну, у меня квадрат не получится, что квадрат километровый, это власть одной синагоги. Километр туда, туда, туда и туда. Вот все люди, которые были в этом квадрате, независимо, хотели они быть членами этой синагоги, нет, они были членами этой синагоги. Автоматически. Автоматически, да. Автоматически Равин имел власть над ними, автоматически синагога имела власть над ними, Синагога имела право, как говорится, давать определенное взыскание и так дальше. И когда человек принимал Христа, то его публично отлучали от народа Израиля. Хорошо, этому человеку нельзя было дать кусочек хлебушка, когда он был голодный и умирал с голоду, и глоточек холодной воды. Почему? Потому что их считали хуже, чем неверующих. И вот их публично изгоняли из синагоги, все. Они были, как говорится, персоны, которые вне закона, все. И получается, против них была устроена сильная травля. И многие из этих людей, они решали вернуться снова в синагогу, в ту, в которой не славили Христа, то есть снова приобщиться к народу Израиля. Что для этого нужно? Ну, извините, это не просто, как мне один сказал, в нашем молитвенном дому ты год не был, показался, и все. Ты брат, товарищ и так дальше. Меня, знаешь, в Костроме, батюшка, в России Кострома. Я говорю, вы такую красивую церковь построили на микрорайоне, один из районов Костромы города. Церковь небольшая, но красивая, на человек 50-70, маленькая, но в центре микрорайона. Я говорю, какой ваш приход? Говорю, батюшка. Он говорит, ну, вы же знаете название микрорайона? Я говорю, там, Октябрьский какой-то, по-моему, говорю, знаю. Говорит, ну, вот это мой приход. Я говорю, а я не понял. Говорю, сколько членов вашего приходу? Ну, как, говорит, 15 тысяч. Я говорю, как, ваш храм этот на 50 человек, может, 70? Вы что, говорит, Юрий, не поняли, говорит? Мой весь микрорайон. То есть, это по принципу, наверное, они взяли, как в синагоге. Очертили, вот, микрорайоны там. То, что прихожане не ходят, наверное, раз в 100 лет появляются там. Кроме бабушек, конечно. Но, и не вы, продолжай. И теперь, для того, чтобы ему стать обратно членом синагоги, то есть, для того, чтобы снова он обрел, как говорится, участие в своем народе, как они считали, ему нужно было теперь следующие вещи сделать. Самое первое, прийти к раввину. Ребе согрешил. Хочу вернуться назад. Покаяние тут совершить. Так, покаяние тут довольно интересное, Юра. Ему говорят, такого-то, такого-то числа ты приходишь в синагогу. Ну, как я читал еврейскую литературу, он по пояс раздетый, держит две черные свечи и делает исповедание народ Израиля. Извините, я был в культе. Дальше, после этого, и он ложится на кушетку, ему дают 39 ударов. И только после этого, после этого, он снова становится членом синагоги. Но он должен вслух произнести. Вслух обязательно, обязательно. Обязательно. Это его покаяние. И когда человек, почему вот это, это сделано с провокационной целью. И когда этот человек снова захочет вернуться к христианам, то есть к мессианским евреям, с него будут смеяться и те, и другие. Так вот, именно после этого греха Писание говорит, покаяния больше нет. То есть это произвольный грех. Сознательный и произвольный. Да, да, да. Это сознательное отречение от Христа. В данном случае для него Христос потерян на всю жизнь. Хорошо? То есть, конечно, это нехорошо. Ну, смотри, что сегодня предлагали многие в Украине, в России. Мы знаем, что после 90-90-го года там начались заселения оккультных направлений. Были и японские Акумсенникё вроде, или как она. Ну, что-то такое по памяти помню. Дальше были много буддистских. Дальше были Хары Кришна. То есть, были многие сатанистские культы. И вот, когда человек хотел идти туда, когда он хотел стать членом этого, ему предлагали сделать публичное покаяние. Что оно включало в себя? Подобное, что евреи. Нет, хуже. Хуже. В одной стороне стоял крест. В другой стороне стояло изображение этого божества. Человек кланялся к божеству и задом повертался к кресту. Дальше было его отречение от Христа и так дальше. Это делалось из-за хорошей работы. Потому что, говорили, перей к нам в культ, мы тебе сделаем хорошую работу. Мы тебе дадим хорошую жену. И все. И мы знаем, что очень много людей, они и шли на это. И, как ни странно, Юра, как ни странно, были и люди, как говорится, всех, кого мы называем евангелистами. Ну, это те, которые приняли крещение, но Россия крещенная, но не просвещенная. Потому что, если человек искренно, искренно приходит ко Христу, в глубоком покаянии, в раскаянии, если он нашел Христа, он никогда не позволит себе Богу сказать... Я понимаю, Юра. Ты знаешь, что в России есть общество христианских священников, которые приняли ислам. О чем это говорит? Для меня самую первую очередь, это говорит о том, что о Христе мало говорилось. Это раз. Во-вторых, во-вторых, это очень важно. Писание никто не исследует. Я не буду называть имя преподавателя, с которым мне приходилось, и с которыми мне приходилось говорить. Потому что, когда я учился и в семинарии, и в Киевском библейском институте, но не то, что меня стравливали с преподавателями, но они знали, что я интересовался Писанием, интересовался Ветским Заветом, все. И когда преподаватель говорил, ну, что-то не то, говорит, а брат Нуре, как вы смотрите на это? То есть полемика разрешалась? Да, разрешалась. И надо мне преподаватель просто в наглую закрывал рот. Все. То есть он давил своим авторитетом. Но приходило время, были чуть ли не публичные изменения. Почему? Потому что, когда человеку сказали, что это чуть не так, как ты говоришь, давай посмотрим. И он начинал смотреть. Это раз. Понимаете, очень важно, Юрий, знать традицию народа. Я в Сакраменто предлагал многим, у меня есть предмет, еврейская культура и традиция в Писании. Многие вещи можно понять, только зная ихнюю традицию. Как евреи реагируют на твое предложение? Потому что ты на радио здесь регулярно и постоянно. Во всяком. Дело в том, что я когда-то в Киеве говорил с одним из мессианских раввинов. Он мне сказал, Юрий, меня Писание не интересует, меня интересует традиция. Всех интересует традиция, которая каждые сто лет она меняется. Каждые сто лет она меняется. Она менялась в те времена. Была сначала школа Шамая, она была на высоте. Потом школа Елеля была на высоте. То есть и традиции менялись дальше. Когда проходило время, евреи были в Польше. Польша, Германия, это ашкеназы. Были одни правила. Другие были у сфарадов. Это евреи, которые жили. Испания, Португалия. То есть, ну да. Немножко оно все менялось. Традиция меняла все. То есть общество, в которое попадал человек, в частности еврей, это в части нашей беседы. Общество, оно видоизменяло некоторые моменты. Да. Хотя, хотя Тора для евреев, это закон медианы персов. Юра, Тора, да. Но у нас есть толкование Торы. Это другое. Вот я тебе приведу один пример. Да. Вторая глава бытия. Нехорошо человеку жить одному. Одни говорят, вот написано, ну нехорошо, надо жениться. Ну да. А другие говорят, нет, хорошо человеку жить одному. Ну да. Значит быть холостяком. Запятую не там поставили и все. Да. Ну запятая. Там запятых не было. Ну да. Там запятых не было. В еврейском языке нет запятых. Да. И вот для того, чтобы что-то правильно говорить, надо исследовать. И в большинстве надо исследовать культуру. Культуру этого народа, в котором жил Иисус. И поэтому, если мы этого не знаем. И когда нам начинают, ну извините, проповедовать люди, ну сейчас есть возможность, дорогие, учитесь. Учитесь, исследуйте. Но когда этого не хотят, когда говорят, ах, нас деды научили. Ну извините, у дедов не было этой возможности, которая есть сегодня у нас. Я благодарен брату Феодору Артышуку за то, что этот человек, он был наученный. Он учился в школе в Данске в 30-х годах. И он мотивировал. У нас тогда Боря Кузнецов тоже мотивировал к обучению. Петр Вавренюк мотивировал к этому. Все мотивировали к изучению Писания. И это было огромное благословение. Огромное благословение. Благодаря этому я, наверное, сегодня читаю послание к евреям. Я наслаждаюсь этим посланием. И то, что, извините, где-то люди говорят по-другому, я правду нахожу именно в этом послании. Юра, даже вот бывая в церквах, я слышу проповедя на тему, что мы должны держаться евангельского учения. И это очень правильная проповедя. Но! Но! К примеру, я в ряде церквей, я снимаю это. А я вообще не нашел. А ты вообще, я снимаю это, знаешь почему? Знаю. Дабы не навредить. Мне это, знаешь, не одел, не одел. Да. Хотя это символ, это символ этого, союза, завета, то есть с женой. Но когда я, вот одна из последних проповедей, мы должны держаться евангельского учения. И я, находясь в церкви, я превратился, Юра, в одно огромное ухо. Потому что эта тема, она интересная тема. Ну да. Я думал, что проповедник, он пойдет более глубже и скажет, есть евангельский символ веры, библейский символ веры, незыблемый. А есть традиции, которые могут, как ты говоришь, они видоизменятся в силу каких-то обстоятельств. Мы где-то переехали, какая-то традиция, какие-то наклонности, где-то там это, где-то там... То есть то, что не влияет на вопрос спасения совершенно. Но, к сожалению, он хороший брат, благословенный брат, но он все смешал это, смешал. Вот это евангельское учение, говорит. Я говорю, стоп, 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 ну как? То есть я не кричал, потому что народ был. Абожи, это евангельское учение. А если вот, если с этим, это уже не евангельское учение. Второй человек встает после него проповедник, а в него завет с женой. Он хорошо проповедует, у него здесь колечко замужества или супружества. То есть у нас не выработано, к сожалению, к сожалению. Если ты говоришь в библейских школах, где-то там, где ты учился, вас старались подвести к этому, что евангельское учение, это закон Медяный Перс. Это никейский символ веры, если хотите. Если в 325 году, который был учрежден, это ни шаг в плево, ни шаг вправо. К этому разряду мы можем отнести Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Единственная личность и спасение через Иисуса Христа нет других путей. То есть вопрос спасения через веру и покаяние. Вот это символ веры нашей. Все остальные – это сопутствующие, другорядные, второстепенные. И, Юра, к примеру, я попал в одну церковь, и пастор хорошо меня знает, хорошо меня знает, консервативная церковь. И по телефону говорит, брат Юра, ну я тебя приглашаю в нашу церковь. Слушай, ну я знаю, вы в галстуках, вот ты в галстуке, я вижу тебя в эфире временами. По нашему евангельскому учению, по вероисповеданию, у нас галстук не приветствует. Я говорю, брат, дорогой, конечно, сниму с удовольствием. Он аж обрадовался. Он думал, что я начну там это. То есть прекрасно. Я служил у них, хорошее собрание, я галстук не одевал. Я даже это снял. То есть, но для них, для них евангельское учение – это быть без галстука. Я когда преподавал в Ровно, семинарии Академии Игния, и они только начинали курсы пасторей. Окей. Для того, чтобы пасторям дать бакалавров. И меня выбрали первым. То есть, первые два предмета веду я. Я встал в дверях, я был в галстуке, в рубашке, каждого поприветствовал, все. Потом я зашел, братья, кого смущает это, я сниму сейчас. И ты сняла. А почему вы так говорите? Ну, я говорю, мне сказали, что в Ровно люди, которые не любят. Не, брат, пожалуйста, будьте. Я говорю, только пожалуйста. Я его чуть-чуть расслаблю и закачу рукава. Можно? А для чего? Поймите, мне преподавать легче, я свободнее себя чувствую. Пожалуйста, брат, после первого занятия, они мне на 3-4 сессии вперед заказали, ну, извините, как киллеру заказывали. То есть, находим общение и вперед. Ну, давай, Юр, мы вернемся в тему, а то тема интересная. Самое первое, мы сказали, когда человек хочет перейти в другой культ. В данном случае отречение от Христа. Синагогальное. Это синагогальное. Но будет у нас и то, о чем мы говорили, когда человека заманивают чем-то. То есть, ему дают, как говорится, приманку. И человек реагирует на это. То есть, если многие молодые люди, которые не имели такого шанса хорошего быть в хорошей христианской семье или церкви, и когда им предлагается что-то, они с удовольствием это делают. Ну, не с удовольствием. Я знаю, что это решается не один момент. Нет, это решается месяцами, возможно, годами. Но тогда человек принимает решение и идет дальше отречение от Христа. Сознательное. Сознательное. И еще раз говорю, сознательное. Это не то, что человека обидели, хлопнул дверями, я вас больше видеть не хочу. Нет, нет. Это сознательно. Это обдумывается. Человек смотрит, а что будет, а как будет, все. Ну, Юра, мы можем дать извинения несмышленышу, который в силу своего возраста еще не может отличить правой руки от левой. Я понимаю. Крошка-сын пришел к отцу. То есть где-то еще в таком юношеском возрасте, может быть, в молодежном возрасте, но еще есть некие моменты с нашей стороны снисходительности, что все-таки ты не креп, и тебя уже кто-то зацепил, и тебя на обочину понесло. Я понимаю, Юра. Но, как ты говоришь, когда человек уже в зрелом возрасте, сознательно, умышленно, целенаправленно, если хотите, то есть это совсем другой вопрос. Да, я один пример расскажу. Вот в селе, где жила моя супруга, родилась, это Лисово, Волынской области, был человек, классный проповедник. И его потянуло в институт марксизма-ленинизма. Дабы освоить некоторые там... Да. Да, я понял. Сначала его не хотели принимать, но потом сверху сказали принять. И когда он кончил эти курсы... Филиппа понесло. Да. Одно время он уже не был верующим. Да. И милость Божья в том, что Бог вернул его обратно на то место, откуда он упал. Хорошо. Давай мы пойдем дальше. Когда мы нарушаем Божью заповедь. То есть мы теряем Христа, когда мы нарушаем Божью заповедь. И пример, который мне сказал мой друг. Он говорит, Юра, а помнишь проповедь Бонке? Ну, Бонке это был знаменитый евангелист. Я заслушивался его проповедями. Покойный уже. Покойный, да. Ну, как говорится, то, что он сделал, он проповедовал в Африке, и много людей пришли к Господу благодаря его проповедям. И он рассказал один момент. Он был где-то в Индии, и его попросил вызвать человек. И он пришел, этот человек, Бонке вышел, и он со слезами рассказал случай. Говорит, жена куда-то уехала, и он и шел, и увидел публичный дом. Он хотел туда зайти, но присутствие Христа не пускало его. И он сказал, Господи, оставь меня на пять минут. И он зашел. И Христа больше не было. Больше не было, да. Все. И после этого он мучился в душе своей. И когда приехал Бонке, он ему рассказал это, и тот молился, и присутствие снова вернулось. Снова же нарушение Божьей заповеди. Нарушение Божьей заповеди. И если мы видим то, что нас что-то не пускает, а мы говорим, оставь меня, пожалуйста. На пять минут. На пять минут. Но, извините, он может оставить и на всю жизнь. Дело в том, что, смотрите, друзья, мы понимаем присутствие Христа. То есть, довольно часто в Писании говорится о том, что он как отец сына ведет. Он ведет. И мы знаем, что когда сын маленький, его папа держит за руку. Я своих всегда держал за руку. У меня сначала было две маленьких девочки. И вот мы однажды идем, я их держу в руках. Я их не пускаю. Я знаю, что может быть проблема. Ну да. И одна начала вырываться у меня, вырываться, вырываться же. Она говорит, да пусти, пусть побегает. И она от меня и прямым ходом под машину. Хорошо, что водитель вовремя затормозил. И тогда говорю, дотя, сюда, все. Дело в том, что, смотрите, получается, мы вырываемся. Мы хотим сами. Он ведет нас с той дорогой, которую он считает правильным. Он считает правильным. Для этого он нашел нас в мире. Для этого он омыл нас кровью Иисуса Христа. Для этого он послал своего сына на крест Голгофы. Для этого тот умер за нас на кресте, неся на себе наши грехи и беззакония. Его погребли. На третий день он воскрес. Потом он вознесся, и сегодня он на небесах. И сегодня предлагает каждому человеку свой дар, жизнь вечная. Это провозглашение Евангелия. Я всегда стараюсь его сделать. Почему? Потому что это основа. Не наши добрые дела, которые мы бы сотворили. Не что-то другое. Не полет высокой мысли. Именно Иисус на кресте провозглашение Евангелия взял на себя наши грехи и беззакония, отнес телом своим на древо. Там произошло наказание за грех, смерть. Он умер на кресте за наши грехи и беззакония. И возмездие за грех существилось там. И после этого он воскрес, вознесся на небеса. И сегодня он имеет дело с человеком. И он хочет. Он избирает человека для своего плана. Не то, что нам сегодня стараются внушить, даже в наших церквях, что для нашего человека нужно прийти в церковь, извините, посадить свое мягкое место на кресло, выслушать, отдать десятину. Все это наше служение. Это обман. Я еще раз говорю, это обман. Извините, верующий человек, то есть живой человек двигается. Живой человек что-то производит. Живой человек это не мертвая рыба, которая бежит по течению. Да, Юра, но добавляй обязательно в свою меру. Каждый в свою меру. Аминь. Ты не можешь от прихожанина требовать пастырских полномочий. Потому что в него своя мера. В него то, что Бог дал ему по мере своей благодати, пастыру то, что... Но каждый должен быть вовлечен. Тут 100%. Хорошо, Юра. Тут мы Ефесянам 4, 11, 13. То есть их дело совершенствовать святых. Да, совершенно верно. Юра, я бы никогда не... Даже до кафедры не дошел бы, если бы служителя не поднимали. Дальше. Я никогда не стал бы говорить ни на радио, ни на телевидении, если бы мне не дали про сбор. Я никогда не пошел бы в еванализацию, не говорил бы среди людей, среди городов, среди толпы на улице, если бы не дали возможность и не научили. Да. То есть здесь важный момент. Твоя мера – это не моя мера. А моя мера – это не твоя мера. Ну, правильно, Юра. Но дело в том, что каждый человек в Церкви Божьей, он должен что-то производить. Да, 100%. Он должен. Он должен. И еще раз, он должен. Это его святой. И смотри, обратимся к 25 главе Евангелия Матвея за таланты. Ну да, у одного 10 тысяч талантов, у другого 5 тысяч, то есть 5 талантов, а у одного один. И он свой и закопал. За что и, как говорится, получил на орехи. Но будем образно говорить. Да. И вот очень важно, друзья, то, чтобы мы были теми людьми, с которыми Бог имеет дело. Хорошо, друзья, посмотрим дальше. Когда думает, что его заменит кто-то, то есть мы теряем Христа, когда мы думаем, что Христа может заменить кто-то. Вот это тоже интересно. А кто его может заменить? Ютуб, Фейсбук, Инстаграм. Или люди, которые сегодня бьют себе в груди, доказывают, что они помазанники. Юра, если человек говорит, я это авторитетно заявляю, если человек говорит, что он помазанник, он антихрист. Потому что кто у нас помазанник? Христос. Один, да. А все остальные назвали в антиохии христиане. Юра, мы с женой вечером сидели, и она получила там сообщение от кого-то, что там один из известных там в кавычках проповедников будет проводить свою евангелизацию где-то в Италии для русскоязычных людей. И вот мы открыли вот этот линк, который прислали, и вот он говорит, обращаясь к этим, к своим, наверное, прихожанам и к Ютубу, говорит, такой, там чудеса будут. Это его точно. Такое чудотворение будет, что там такая мощная будет сила действовать. И затем сделал паузу. Говорит, вы знаете меня, если я обещаю, я держу свое слово, что там что-то будет. Я Юра за голову схватился в прямом смысле этого слова. Говорю, бедный ты человек. И то с таким, знаешь, с пафосом же. Вы знаете меня. Если я говорю что-то, я держу свое слово. Я же не говорю, выключай, выключай. Это билиберда. Есть такое слово, непонятное для меня. То есть это не евангельское учение. Это гордость, это надменность. Там нету никакого чудотворения. Там имитация силы Божьей. И все. Поэтому это в тему, Юра, о чем ты говоришь. То есть, когда мы фигуру какую-то находим, личность находим и смотрим на личность, а эта личность вытесняет Христа в нашем мировоззрении христианском. И мы думаем, что, Юра, в молодости, в Америке, в 90-х годах имя Банихин было параллельно Дух Святой или Банихин. Вот ты не поверишь, Юра. И многие молодые люди, они попали в эту западню. Что Банихин, что Дух Святой для них. Со мной тысячи делилось молодых людей. Когда выходил на сцену Банихин, все. То есть, все приходили, знаешь, в такое состояние, что Дух Святой на сцене. То есть, я серьезно говорю эти вещи? И когда, смотри, это не проблема людей была, к примеру, это его проблема была. Он создал ореол такой для себя. Почему ты это делаешь? Почему ты это делаешь? С охраной, с пистолетами там. Мы с ним шли, это уже не в тему, по Красной площади. Он был. Нас несколько человек было. В Москве, на Красной площади. Вокруг нас стояли, по-моему, шестеро огромных, чернокожих охранников. И разгоняли людей от нас. Потому что, видите ли, фигура идет большая. А я так смотрю, тут полно людей. Кому мы нужны? Ну, зачем вы разгоняете людей? Мы же приехали сюда для того, чтобы служить этим людям. То есть, личность, когда личность заслоняет Христа, все, пиши пропал. Все, да. И я много раз наблюдал такую историю. Например, я за кого-то молюсь. Или кто-то за кого-то молится. Люди ожидают не от Бога, а от этого человека. Сто процентов, да. Я много раз говорил, ребята, я простой человек, я ничего не имею. Я делаю все то, что написано в Писании. Сказано, возложат руки на больных, они будут здоровы. Помажут елеем, вот у меня елей, я мажу елеем. Все. А дальше работа Бога. Не моя, а Бог. Я не могу приписать себе божественное. Претендовать на место, на роль Бога. Да, я не могу. Это грех. Да, это большой грех. Это даже, ну, получается, как святотатство. Воруешь святое. Но человек, который служит Всевышнему, он находится на своем месте и людей ставит на свое место. Я человек. Я человек. Я человек, но он Бог. Мы делаем то, что сказал он, а он делает то, что пообещал. Все. И мы понимаем, что его заменить никто не может. И если человек заменяет его или говорит, что я помазанник, извините, это уже проблема. Это падение, Юра. Да, это, ну, в одной церкви было так, что пастор назвал себя. А я сказал людям, ну, извините, ребята, помазанник у нас один, Христос. Все. Я не Христос и человек не Христос. И был у меня случай, тоже, я не помню, где я преподавал, ну, Бог дал, что это было. И после этого, ну, как уже суббота, уже преподавания не было. Человек пригласил к себе в баню. Ну, пригласил служителей, и все. Парная баня, я люблю иногда. И он меня забрал от всех, и он начал со мной говорить. И я ему просто сказал то, что Бог полагал мне на сердце. И я ему сказал, дорогой, я, например, вижу твой потенциал. Я его вижу. И Бог обращает внимание на тебя. То, что ты находишься в этом положении и сейчас, это ненадолго. То есть, пророческое слово с твоих уст прозвучало? Ну, не знаю, было несколько раз так, что я говорил, и это случалось. Но это Бог, не я. Я простой человек. Хорошо. Юр, сколько у нас времени еще? У нас 17 минут. Ага, хорошо. Дальше, друзья, когда сегодня мы забываем о его существовании. Ты знаешь, Юра, меня интересует фраза «Христос вчера» 13,8 евреев. И вовеке тот самый. Что я пропустил? Ну, сегодня. Сегодня. То есть, сегодня многие люди просто-напросто они потеряли Христа. Сегодня просто-напросто получается так, что они верят Иисусу, который был когда-то. Да, Он делал чудеса. Да, Он мертвых поднимал. Да, Он то, другое, третье. И то, что Он когда-то придет, Он будет делать то же самое. Дорогие друзья, сегодня я несколько, возможно, один или два раза говорил за этот случай. Я приехал в Ужгород. Мой друг мессианский раввин. Получается, что к иудаизму его направил я. Ну, как я? Не я, а Божье Слово. И получается, что после многих раздумий подследствием оказалось, что он прямой потомок Аарона по материнской линии. То есть, священническая линия иудаизма. И вот теперь этот человек мессианский раввин. Я, когда помогал организовать эту группу, я им сказал, Федя, ваше дело, проповедь Евангелия, это раз, и помощь людям, другим, которые придут к вам, расти духовно. Никаких больше этих самых не добавляй. И он держится этого как бы совета. И однажды я приехал к нему, я не помню, это был 2000 или 15 или 14 год. Я не помню. И получается так, что за часов 4-5 до служения мы с ним общаемся, и меня резко начинает трясти температура. резко. Я сам испугался, что такое. На улице жара, в комнате жарко, а меня трясет, по мне холод ходит. Я вижу, и он испугался. Господи, что делать? Служение, и через пару дней у меня свадьба дочери. И Всевышний в своей мудрости делает дело. Говорю, Федя, ты пастырь? Да. Слушай, возьми у меня елей в сумке. Он взял. Говорю, хорошо. Я тогда по миссии тоже ездил, и я имел право и мазать елеем, все. Говорю, Федя, елей в твоих руках? Да. А ты пастырь? Он говорит, да. Вот, Федя, я больной. Я призываю тебя как пастыря, написано, призовут по святой церкви, и они помолятся помазавшей елеем. И молитва веры, говорю, исцелит болящего. С елеем, наверное, он обращался в первый раз в жизни. Вылил на тебя всю боль. Не, не, не все, но лоб у меня был хорошо в елее. И через полминут я температуру ушла. Видишь, жив Господь. Но Дух Святой, давая урок, Он хотел дать этот урок человеку, для которого он его дал. Я говорю, Федя, скажи, пожалуйста, для кого это все было? Ты видел, я не симулировал. Ты видел, меня трясло. Ты пробовал мой лоб, он был горячий. Я говорю, да, это так. Но для кого это все надо было? А я ответ получил. Говорит, Юра, для меня. Я говорю, да, Федя, чтобы ты как пастырь проповедовал не Христа, который был и не Христа, который будет, а Христа, который сегодня живой и действенный. Аллилуйя. Ты знаешь, меня это вдохновляет. Да, у меня есть мало возможностей где-то что-то проповедовать. Но, когда я говорю, я восторгаюсь величием Христа. Почему? Потому что по воле Небесного Отца Он пришел на эту землю. Писание говорит, жертву и всесожжение ты не восхотел. Но уши, ну, в Ветхом Завете уши, а в новом тело. А что такое уши? Это синекдоха. Уши – это частица тела. Слух. Но слух мне открыл твоему слову. И я восторгаюсь тем, что ради меня. Я знаю, что для всех, но ради меня тоже Он пришел на эту землю. И я об этом говорю. И Он делает чудные дела в моей жизни. Он исцеляет, Он хранит, Он милует, Он помогает, Он благословляет. Это Он. А мы только пользуемся, как говорится, плодами Его благости и Его милости. Его доброты. Да. И поэтому, друзья, сегодня в наше время, когда мы говорим о Христе, надо знать, что Он сегодня то, что Он был когда-то, это хорошо. То, что Он придет судить эту землю, это тоже хорошо. Но самое лучшее это сейчас. Мы с Ним, мы для Него, мы по милости Его, мы живем. И я добавляю обычно, Он в нас, а мы в Нем. Да, и мы для Него. И мы для Него, да. Хорошо. Еще одно я хотел бы, ну, возможно, это не потеря Христа. Ну, смотрите, Давид когда-то писал, иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа Бога хвалимся. Наша похвала. Встречается группа молодежи, или группа людей, или мы где-то в гостях, я прислушаюсь к разговорам, вот ты смотри, какой у меня красивый дом, слушай, машина классная, все, и то у меня хорошо, и то у меня хорошо. Я сижу и думаю, Господи, а где Христос? А где тот, который это дал? Где тот, который Вас благословил? Где тот, который сегодня, то есть тогда вывел Вас сюда, в Америку, чтобы Ваши дети сегодня не видели ни голода, ни войны, ни ужасов? Где Он? Он с Вами. Но почему Вы о Нем не говорите? Почему Вы не зажигаете сердца других людей? Почему? Потому что я много раз понимал одну вещь. Когда я говорю с людьми, рядом стоят другие. И когда я говорю о великих делах Божьих, люди зажигаются. Даже когда я просто скажу упоминание о Нем, у людей сразу реакция. Рассказывал, на Нововолынске я иду с Колей Литвинюком, мы друзья. Мы идем. Ну и два таких парнишки выше Коли, два мужика. Мужики, закурить есть? Я говорю, Иисус освободил, не курю. Два шага прошел. Стоять! Я говорю, ребята, проблема. Слушай, что ты сказал, мужик? Я говорю, я сказал, меня освободил Иисус, я не курю. А нас может? Я говорю, может, приходите. Зацепка, зацепка. Рыбки, червячок на крючочек и бросают воду. И рыбка на эту приманку идет. Так же самое благословенное. Мы говорим о Христе. Мы говорим о милости Божьей. Так давайте так, чтобы он был всегда в нашей жизни. Ну и то, что я говорю, самое страшное, когда мы отрекаемся от него. Ну, это мы говорили. Хорошо. Тогда давайте мы с вами поговорим, так где нам найти его снова? Вот вопрос. Сказал все, не сказал этого. Ну, извините, это было бы ничего. Самое первое, это шула, это покаяние. То есть, зайди на то место, где ты от него ушел. Или где он был потерян. Да, где он был потерян. На этом месте попроси у Бога прощения. Это очень важно. Оказывается, Юра, это очень трудно сделать. Это очень трудно сделать. Даже наедине, когда ты находишься с ним, попросить у него прощения, признать свою вину, сказать, что ты виноват в том или ином, трудно. Гордость не пускает. А, Юра, то, что он знает все, это однозначно. То, что он претендует на пьедестал, как мы говорим, наших сердец, на главенствующее место в нашей жизни, это однозначно. То есть, это закон. То есть, и не понимая этого, что Бог претендует в жизни христианина не на второе место, не на второстепенное место, или третье, четвертое, на главное место. И на все остальные. И на все остальные. Хорошо. Дальше. Где мы можем его найти снова? Ну, давайте посмотрим рекомендации родителей. где они его нашли? В храме. То есть, мы сегодня говорим, там, где ему положено, это церковь. Это церковь. Ищи его там. Ищи его там. Слушай то, что говорят. И знаешь, Юра, очень интересно, когда мы приходим в церковь, и когда мы слушаем нужные проповеди. Я говорю, нужные проповеди, это проповеди о Христе. Я помню, когда в наших церквях было, мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Три темы, которые я проповедую всегда. Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Все. Почему нас спас Христос распятый? Дальше. Божья сила. Это то, что действует в нашей жизни, побеждая грех. И Божья мудрость. Это то, что учит нас маленьких несмышленных детей мудрости. И когда мы познаем Божью мудрость, нам открывается Божья сила в этой мудрости. Я знаю, как мне поступить в той или иной ситуации. Был случай. Мы приехали в село к моей жене, а к ее троюродному или четыреху брату приехала его сестра, которую все считали одержимой. И где она и шла, все разбегались как это самое, как от торнадо. Я говорю жене, давай сходим поговорим. Пошли. Когда мы шли туда, нас смотрели как на смертников. Мы прошли, сели, начали говорить. Я ей просто объяснил, она сама говорила, ты неодержимая, ты просто обманутая. Все. Потому что вот по слову, мы уехали на следующий день, а надо было, чтобы этого человека кто-то поддерживал. Но что интересно, наши верующие кидались на окна, смотрели, что там происходит. это было удивительно. Ты знаешь свою позицию во Христе, ты со Христом. Почему я это говорю? Потому что когда ты со Христом, кто-то другой знает это. И он знает, когда ты без Христа. хорошо. И самое первое, это то, что Христа надо искать в церкви. Дальше. В его словах и в его действиях. Это тоже, когда мы говорим, мы цитируем Писание. Мы цитируем Писание, когда Христос куда-то пошел, что он там сделал, как он говорил, как он молился, как он загрожал уста неверным. Его деяния, Его слова. Однажды мы с Сергеем Шапуком, ну это был гьякон церкви, и пастор в селе. Мы проехали в его церковь и мы ждали, пока нам откроют клуб. Ну и приходят трое ребят разрисованных все в наколках, все. Вопрос, можно? Можно. Что такое неправильное богатство? А не, что такое правильное богатство? А что такое неправильное? Он подумал, видно, человек читал Евангелие. Говорит, это то, что на земле. Говорит, да. Вот тут оно все неправильное. Почему? Потому что оно несправедливое. Мы умрем, и оно останется на земле. Все справедливое там. Он говорит, ого, хорошо, с вами интересно поговорить. Понимаешь? Дело в том, что когда мы говорим о нем, о нем у людей появляется интерес к разговору. Дальше. В помощи другим, особенно бедным. Вот смотри, одно место Писания, оно очень интересное. И ближнего своего, как самого себя. И то, что Писание говорит, не размышляет о теле Христовом. За хлеб или за вино? По контексту. Павел пишет о том, когда в вечере один приходит, приносит свою еду и, извини, запихает все у себя. Другой свое вино выпивает, а бедный остается голодным. Но он же с тобой тело Христово. И вот за этих людей Павел говорит, кто не размышляет о теле Христовом. С тем бывает проблема. Дальше. Там, где думают и говорят о нем, ну и, конечно, молитва покаяния. Знаешь, Юра, очень много интересного, очень много интересного. Я не знаю, как сегодня наши друзья воспримут эту тему, но потеря Христа это самое страшное в нашей жизни. И я знаю, что многие сегодня люди говорят, слушай, а где Христос? А задай вопрос, а где ты его потерял? На каком промежутке, на каком этапе где-то он перестал с тобой идти? И Иисус сказал, следуй за мной, следуй за мной. Другими словами, как отец ребенка он ведет, как пасторь овцу он ведет. И бывает время, когда верующие люди, используя эти все вещи, они где-то отходят и теряют Христа. И впоследствии, когда все-таки что-то приходит, ты хотел что-то сказать? Нет, нет. И впоследствии, когда осознание этого приходит, они сильно переживают, и они, как говорится, молятся, они просят, Боже, пожалуйста, мы снова хотим вернуться в Твое присутствие и так дальше, и так дальше. Но, друзья, я бы хотел сказать для людей, для людей, наших людей, Его присутствие с нами 24, как говорится, часа, 7 дней в неделе, целый месяц, целый год и так дальше, и так дальше. Если где-то, Он нас не оставляет никогда, никогда. Но бывает промежуток времени, где ты, где ты, сделав что-то, понимаешь, то есть, это твои мысли, это не Его мысли, Он тебя не оставляет. Если бы, Он тебя оставил бы, это было бы, как говорится, раз и навсегда, но Он тебя не оставляет. Он всегда дает тебе шанс покаянию, Он всегда тебе дает шанс сделать вот эту тщуну, то есть, возврат к Нему. И человек радуется, когда он снова находит Христа, когда он снова чувствует Его присутствие, когда он снова идет с Ним, когда он снова веселый, радостный, улыбается, когда он может помочь другим людям, когда он может в глаза другому человеку сказать, слушай, Христос помог мне, Он может помочь и тебе. И вы знаете, тогда человек, у которого, возможно, поникла жизнь, у него и жизнь поднимается, и радость появляется, и приглашает тоже Христа в свою жизнь. Это прекрасно, Юра. Мы сегодня просто говорили о том, что бывают случаи, когда люди теряют Христа, это им кажется, они его потеряли, ну, кроме одного случая, за то, когда человек уходит в другой культ. А во всем остальном, он с нами, он в нас, он, как говорится, для нас, и мы живем в нем, мы живем для него, и мы идем и делаем то, что он сказал делать нам. Когда мы обретаем его в покаянии, в смирении, в благоговении, находя всего присутствия, это равноценно находки жемчужины особой. Тогда радость нескончаемая. «Музыка» «Музыка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова